нашли. Мы решили это исправить. Все достаточно просто. Как? Ну, мы проанализировали историю развития традиционной финансовой индустрии, как появлялись и рождались классические рейтинговые агентства. Это было начало 20 века, в двухсловах, кто-то не в курсе. Я прошу прощения, а стакан воды никто, если я буду признателен, если принесут. Да, я хотел сказать, что презентациями я вас мучить сегодня не буду. Один маленький момент, чуть-чуть, да, сместить, чтобы тебя видели в интернете люди. Да, вот там, где экран идет, но то, что светит в глаза. Это я понял, это нормально, хорошо, я без проблем. Вот. Соответственно, ни одного проекта такого не было, и мы проанализировали, как развивались, появлялись рейтинговые агентства, как таковые в традиционной финансовой индустрии. Все было достаточно просто. Мы, как инвесторы, хотели знать качество проектов и продуктов, начало 20 века, да, в которые нам предлагается вкладываться. Соответственно, изначально инвесторы платили первым аналитикам, чтобы они делали отчеты и проводили аудит проектов, которые выходят на ICO. О, прошу прощения, которые выпускают акции, привлекают инвестиции. ICO уже везде, вы видите, как бы, в голове. Вот. Дальше получился определенный стандарт. Как-то, если у проекта нету рейтинга, его не проверили, то он привлекает меньше инвестиций. И предприятия просто поняли, что выгоднее самим пойти в рейтинговое агентство, получить рейтинг, показать свою прозрачность, качество, открытость. И это повышает их уровень в классах инвесторов и позволяет просто потенциально привлечь больше денег. Все очень просто. Все рейтинговые агентства раздались на достаточно простом принципе. Вот изначально это инвестор имеет право знать. Вот именно этот принцип на рынке ICO пока не реализован никак. Ну, вот эту проблему мы и начали решать. Мы проанализировали традиционную рейтинговую систему, как проверяют проекты и стартапы, которые выходят на фондовые или привлекают венчурные инвестиции. Разработали своеобразную собственную рейтинговую методику, которая включает в себя оценку таких направлений, как А. Команда. Ну, вполне очевидно. Если команда дает какие-то обещания, то, соответственно, нужно понимать, что она способна их выполнять. Компетенции, опыт, технические наработки и так далее и тому подобное. Второе. Бизнес-модель. Вот сегодня мы неоднократно слышали из-за очень много вопросов, а как вы планируете монетизироваться? Кто ваша целевая аудитория? Какую проблему вы решаете? Это вполне очевидные вопросы, но самое интересное, что их проекты далеко не всегда освещают. А, собственно говоря, это является одним из основных залогов успеха любого предприятия, которое привлекает деньги и строит какой-то бизнес. Кроме этого, необходимо проанализировать бизнес-план дальнейшего развития. Как компания планирует использовать средства? Вопросов очень-очень много, которые в итоге дают нам ответ о перспективности тех или иных инвестиций. Вот именно по всему этим пунктам мы, собственно говоря, и разработали собственную рейтинговую методу, в которой мы прогоняем все проекты, выходящие на ICO, для того, чтобы постараться дать максимально объективную оценку качеству этих проектов. Инвестор имеет право создание. Все очень просто. Ну вот это было краткое такое введение, грубо говоря, кто мы, что мы, да, и наша основная идея. Чуть позже я эти вопросы могу подробнее ответить. А теперь перейдем чуть-чуть дальше, собственно говоря, вот там злободневные вопросы рынка ICO. Да, основная цель у нас заработать, да. Рынок ICO с одной. Рынок ICO, вот по сути, как таковой, появился в каком-то более-менее адекватном масштабе, видно тогда, когда он уже схлопывается. То есть в момент формирования пузыря никто никогда, ни один трейдер-инвестор, ну, за исключением отдельных каких-то очень таких прозорливых и тонких умов, могут сказать, что мы находимся в пузыре. На наш взгляд, мы сейчас основной момент формирования этого пузыря, первого пузыря на рынке, молодом рынке ICO уже прошли. В каком виде? Сейчас я вам расскажу. Как я уже сказал, основной убор делается на маркетинге. Продукта, как такового, еще нет. Деньги привлекаются от обещания разработки и выпуска этого продукта полгода, год, полтора, ну, в какой-то перспективе, два-три и так далее. Если посмотреть конец лета, ну, и по сей момент, вот у соседей резко возросла концентрация проектов, которые привлекали деньги. Соответственно, момент, когда им придется демонстрировать свои готовые продукты, да, у них там плюс-минус сроки одинаковые, так или иначе, но тоже придется на какой-то одинаковый временной период. И, на наш взгляд, львиная доля этих проектов, ну, две трети, три четверти окажутся не жизнеспособными. Они просто не смогут реализовать то, что они обещают. Как следствие, в этот момент, вот пузырь, который формировался, вот, говорю, год-полтора назад, вот сейчас, потому что, да, вот активно-миллионами выливают, он лопнет, это все осознают. На наш взгляд, это хорошо. Почему это хорошо? Ну, во-первых, любая система развивается, будь там, живые организмы и так далее и тому подобное, только в условиях стресса. То есть, грубо говоря, что значит, ребенок схлопнулся, деньги потеряли, что произошло? Инвесторы в следующий раз 300 раз подумают, в какой проект вкладываться. То есть, повысится качество, повысится уровень требований к проектам, которые выходят на ICO, команде, наличие продукта и вот эта вот схема, которая есть сейчас а-ля упор на маркетинг, ну, силу маркетинга мы вот с вами видели, да, как бы, я думаю, что большинство мужчин, я думаю, ну, все заметили. Мы поймем, что вот тогда на вот это обращать внимание уже не будут. Вот потом будут смотреть, по сути говоря, вот на вот это. Почему я вот на самом деле должен сказать, что ребята молодцы. Ну, должен признать, конечно, с точки зрения продажников есть что доработать, но не было никакой воды, не было никаких эмоций. У них есть продукт, у них есть второй продукт. Да, есть там нюансы и так далее, но здесь есть над чем вообще, что смотреть. И это самое главное. Таких проектов единицы сегодня. Все остальное начнет лопаться. Я думаю, что вы заметили еще один интересный момент. Если мы возьмем начало осени прошлого года, привлекали, там, пять, три миллиона, восемь миллиона, там, за час, за день, за пятнадцать минут. Да, если начать вдаваться в нюансы, где-то выяснится. Был я, когда инвестор, первые деньги завели, чтобы показать, что денежка пошла, ребята, давайте набегаем. Где-то еще что-то. Но в целом динамика была высокая. Подходим лишь к Новому году. Винкс, Хронобанк. Проекты значительно более проработанные, чем те, которые выходили в начале осени. Ну, да, есть там иконами очень мощные, но в целом они действительно были значительно более проработанные. Что мы видим? Хронобанк. Хронобанк вливал где-то три-пять тысяч долларов в сутки на маркетинг. Сколько они собрали? Они собрали около, там, ну, сейчас курс биткоина, там, прыгает, да, туда-сюда, там, 2400, ну, 2,4-2,7 миллиона получается. Из этой суммы 1,1 миллиона вложил в бенчурный фонд. Ну, при этом, конечно, на наш взгляд, все-таки деньги венчурного фонда – это деньги самих основателей, просто очень грамотно заведенные туда, чтобы это было видно, чтобы, ну, показать этот венчурный фонд. Типа, ребята, Maritime, нас через ICO инвестируют, грубо говоря, даже в фонды реальные, да. Ну, я думаю, что большинство понимало, там, все это легко углиться, как бы, что, ну, вроде фонд, вроде не фонд. Вот. Но это я к чему? Что качество проработки проектов усложняется, детализируется. Маркетинг при этом остается, как бы, двиной доли. С кронобанком понятно, я его видел везде, у меня уже ночами снится. Вот. У меня этот Google-реклама везде выдавала баннеры. Возьмем Wings. Проект тоже шикарно проработанный, сильная команда. Тоже, объем инвестиций не 5, не 7, не 8 миллионов. При этом, да, вспоминая Golem, тот же самый, продукта толком никакого, да, красивая идея, запаковка, опа, опа, 8 миллионов. Вот. Хотя, общаясь с нашими партнерами из AmbiSafe, я думаю, многие знают этот стартап, они анализировали транзакции, блокчейн, и они тоже говорят, что в Golem деньги зашли китов. То есть, ну, естественно, кто успел забежать, когда ты видишь, что за полчаса обливаются миллионы, грех просто туда не заскочить. Вот. Но там львиная доля денег была именно, как бы, крупники, которые туда заливали. Ну, в Golem, конечно, история, потом, когда выяснилось, что химии биржи будут торговаться, ой, а как, что. Ну, это отдельная история, мы ее касаться не будем. В общем, динамика привлечения инвестиций, она падает. Возникает вполне замерзный вопрос. Почему? Ну, я думаю, у всех мысль возникает и идет просто дальше на более высоком уровне. Но это субъективная позиция. Соответственно, что будет дальше, что нам делать? Деньги заканчиваются, но деньги заканчиваются, на наш взгляд, в западном сегменте, грубо говоря, криптокомьюнити. У нас есть Китай. Китай, это, грубо говоря, особая уже экосистема информационная, в которой нужно учиться работать, в которую нужно учиться подавать информацию. Да, у них познания английского минимальные, поэтому для них английский, а для нас китайский. Вот, по сути. Поэтому туда нужно выходить, денег там много. У них проблемы постоянные с этим, они там думают, как выводить капитал из своей китайской народной республики. Если мы дадим им доступным, понятным языком, информацию об ICO проектах, мы считаем, что это откроет очень хороший канал к новой ликвидности. Это А. Ну, это такое специфическое направление, то есть тут нужно, чтобы каждый проект целенаправленно занялся разработкой этого направления. Вариант Б. Он более масштабный и, на наш взгляд, он значительно полезнее для рынка ICO. Нам нужно, чтобы на рынок, нам нужно расширить аудиторию, аудиторию западную. Как это сделать? Для того, чтобы там пошли, то есть сюда пошли обычные инвесторы, да, там в Штатах, в Европе, там же инвестиции, там в акции Facebook, Twitter и так далее. Ну, там каждая хозяйка откладывает там по паксу, постепенно куда-то инвестирует. Почему им не прийти на рынок ICO? Ну, понятно. Не знаем, не понимаем, не регулируется, бла-бла-бла. Нужно, чтобы первые пошли венчурные фонды, фонды альтернативных инвестиций, блокчейн, те, кто ориентированы на блокчейн инвестиций. Но для того, чтобы к нам пришли фонды, мы должны повысить уровень качества этих проектов. При текущем уровне ни один нормальный фонд, он дью-дил проведет самый тривиальный, он сюда не полезет. Поэтому для того, чтобы пошли венчурные фонды, нужно повысить стандарты, качество проектов, их прозрачность, добавить аудит, отчетность. Это, в принципе, та цель, которую мы перед собой ставим, да, наше рейтинговое агентство, мы пытаемся их создавать. Вот этот момент, грубо говоря, с провалом денег, его нужно решать. Потому что на данный момент нам нужно расширять проекты, которые будут выходить на ICO и расширять аудиторию. Так, друзья, я признаюсь честно, мы сегодня в два часа дописывали эту чудо-речь. В семь у меня был поезд, в пять я вставал, поэтому если вы не против, я хочу, что я еще забыл сказать из такого очень интересного. Я думаю, вы на меня не сильно обидитесь. А, да, еще вот, кстати, по поводу ликвидности, да, забыл сказать интересную мысль. Решение проблем с ликвидностью может быть еще один момент. Сначала проводится ICO, привлекаются деньги, через какое-то время токены начинают торговаться на бирже. Двинная доля инвесторов – это спекулянты. То есть, на наш взгляд, это 90-95% игроков, которые входят сейчас в ICO для того, чтобы продать токены, грубо говоря, в самом начале торговки, ну, когда начнутся вторичные торги по более высокой цене, либо подождать, пока они поднимутся и слить их, ну, в относительно краткосрочной перспективе. То есть, реальных инвесторов долгосрочных – это минимум. При этом нужно понимать, так как качество проектов низкое, то когда они начнут выходить на вторичные торги, и спекулянты начнут сливать свои, как бы, монеты и высвобождать ликвиды для того, чтобы положить их в новые проекты, скорее всего, у львиной доли проектов токены будут падать, они расти. Соответственно, логика спекулянта. Я вложил тысячу баксов, забрал 500, на кой хрен мне вкладываться опять в очередной ICO-проект, когда я там уже парки слил. В итоге деньги на второй круг не пойдут. Из всего этого можно резюмировать, что основной проблемой сейчас рынка ICO является отсутствие стандартов качества, большое количество плохо проработанных проектов. Вот. Что ты еще скажешь? Мы со своей стороны пытаемся это решить. Возникает на этом пути ряд следующих проблем. Мы, как рейтинговое агентство, их в чем видим? Да, мы рейтингуем проекты, мы их анализируем. Но у комьюнити периодически возникает вполне закономерный вопрос. Ребят, а как нам быть уверенными в вашем уровне развития? Проекты будут усложняться. Модель их оценки нужно постоянно повышать ее глубину и качество. Я лично не вижу, не уверен, что отдельные какие-то представители блокчейн комьюнити смогут сами повышать эту планку. То есть я считаю, что им нужно давать какие-то определенные клише оценки, какой-то определенный вектор мысли, в рамках которого они должны делать анализ. Дальше они выдают свою точку зрения. Но вот, грубо говоря, скелет им нужно предоставлять, нужно постоянно его совершенствовать. То есть это все равно какой-то элемент центрального как бы мозгового управления должен быть. Ну, при этом опять-таки может возникнуть вопрос конфликт интересов и так далее. В общем, этот вопрос открытый, на него ответа у нас пока окончательного нет. Мы понимаем, что это вариант решения проблемы, но вот мы над ней бьемся. Если у кого-то будут какие-то интересные идеи и предложения, мы с огромным удовольствием выслушаем, давайте думать все вместе. Еще одним моментом, что может повысить качество проверки проектов, входящих на SEO, это современные технологии. Big Data, Machine Learning, нейронные сети. Все это трендовые, модные слова. Их сейчас не используют только ленивые. Сейчас уже, я не знаю, и заправки нейронные сети используют. Все это очень круто. Вот, это знаете, когда первые у нас в стране появились менеджеры, да, и менеджер назывался каждый. Начинает от кассира, я менеджер, заканчивает Герман Греф, у нас там топ-менеджер. Вот сейчас нейронка, это вот все. Это, я не знаю, три буквы увидел, распознал все а-ля нейронка. Но на данный момент, общаясь с нашими различными партнерами, они отмечают следующее. Количество данных и информации на данный момент не в таком количестве, чтобы подпрягать на их анализ и подавать какие-то серьезные выводы, делать анализ благодаря этим технологиям. То есть, этот момент придет. Ну, он придет не сегодня, не завтра, ну, год, два, три, ну, мы не знаем. Он наступит, но сегодня пока это достаточно сложно. Хотя, да, анализ блокчейн-транзакций уже активно используется, да, вот я приводил пример, там, Голема и так далее. Это позволяет выявлять элементы мошенничества, еще чего-то. Это положительный момент, но пока это не может коренным образом изменить ситуацию на рынке. Ну, вот, резюмируя все вышесказанное, на мой взгляд, достаточно просто. У рынка ICO, на наш взгляд, очень большое будущее. Почему? Сейчас это блокчейн-проекты, которые выходят на этот рынок. На наш взгляд, следующим сегментом, который начнет выходить сюда, это будут просто технологичные стартапы. А потом наступит момент, когда реальный сектор. Компании с капитализацией 100-200 миллионов долларов, для которых, грубо говоря, выйти на IPO и потратить, там, грубо говоря, там, 500-600-700 тысяч долларов на весь, там, варкетик и так далее, это дорого, они начнут выходить на ICO, потому что это дешевле. А привлечь они могут, да, это сейчас потолок привлекают, там, грубо говоря, на текущем уровне развития экосистемы, там, 5-8 миллионов, да. Через год-два-три это будет 20-30-40. Эта сумма будет расти. Поэтому здесь лишь вопрос времени. Но конкретно сегодня мы стоим, на самом деле, на кризисной ситуации, когда рынок ICO переживет свое первое падение. И точно сказать, как и в какой форме, оно будет сложно. Ну, как бы, прогнозы делать, все мы понимаем, неблагодарное дело. Мы, как бы, не на Форексе и непонятно, что как. Но все признаки говорят о том, что сейчас будет первый кризис. Это падение объема привлекаемых средств. Самое интересное, что количество проектов, которые анонсируют ICO, оно не уменьшается. Они идут, 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 а денег-то больше не становится. То есть они будут собирать все меньше. Потом они не смогут оправдать, возможно, их ожидания, и все это рухнет. Осень, зима-весна вот следующего года, как нам кажется, ну, грубо говоря, через год мы первые плоды этого начнем как бы видеть. И вот в этот момент начнется переоценка ценностей. Будут формироваться новые стандарты. Мы просто вынуждены будем их формировать. Поэтому те, кто вкладываются сейчас в ICO, я надеюсь, вы все понимаете, что это венчурное-венчурное инвестирование. Это не просто венчурное. Это знаете как? Я хочу, а можно я хочу хотеть. Вот это вот венчур к венчурам. То есть что такое ICO? Вот к нам приходят ребята, что такое ICO? Слушай, ICO это когда ты можешь привлечь бабло просто так, на своих условиях, не отдавая компанию и делать потом все, что хочешь. Слушай, а в чем вообще? Вот кто приносит деньги? В чем их прикол? Я говорю, слушай, знаешь, им нужно красиво запаковать, показать, что ты… Ну, даешь им получать большую историю. Галеб, да? Это же суперкомпьютер. Ну, блин, ну какой идиот не хочет поучаствовать в формировании суперкомпьютера, да? И так далее. Это эмоции. Львиная доля аудитории на сегодняшний день, кто инвестирует, она не профессиональная, а нападка именно на обещания. Ну, блин, проект из Европы, проект из Штатов, у меня есть легкая возможность без проблем в виде крипты в этом поучаствовать. Ну, блин, ну грех просто не использовать эту возможность. Поэтому на данный момент, господа, я бы вам морально советовал настроиться и про эти деньги забыть. Да, есть проекты, там, Хрона. Не, ну они ребята серьезные, да, там, бывшие, там, самого Розового Кролика, да, там, Медвей Бороу. Это серьезно, я как бы не спорю, они ребята молодцы. Но, вот мы когда его анализировали, очень многие даже не дойдут до момента, когда мы должны что-то показывать, они умрут раньше. Причем это, как мне кажется, знаете, будет не то, что такой громкий процесс. Вот, сегодня должны нам показать продукт. И сегодня с утра все, оп, опусто. Нет, это будет, знаете, плавно, один сошел на нет, про него забыли. Ну, как-то волна поднялась, пообсуждали, забыли. Второй, третий, четвертый. А потом где-то вместе через три-четыре все поймут, что семь из десяти проектов, вот они мертвы, их нет. Ну, вот, это то, как мы себе изнутри видим вот текущее состояние перспективно. Классно, технологично. Но еще предстоит очень-очень-очень много работы для того, чтобы этот хаос, а это в прямом смысле хаос, привести к какому-то системному знаменателю. Пока мы не приведем этот рынок к системному знаменателю, не появятся новые игроки, серьезные игроки, институционалы, которые за собой приведут частников. Поэтому, господа, инвестируйте, инвестируйте. Но инвестируйте то, что вы сможете с чисто совестью про это забыть. Вот, как бы это наш совет. Анатолий, можно тебе задать пару вопросов? Ты готов к ним? Ребят, все, кто хочет задать вопрос Анатолию по ICO, по какой-то первичной информации, по его рейтингу, проходите к микрофону и вперед. Я помню предыдущий опыт, выступающий у меня уже страшно. Да не, не, Анатолий, вы что? Да я шучу, шучу. Вы делаете... Я уже морально настроился. Да не, вы делаете отличную работу. Спасибо. Вы... Ну, в общем, то, что вы делаете, не знаю, это очень хорошо. У меня вот такой вопрос. Скажите, а вот вы в своей практике видите, что есть хотя бы отголоски институциональных инвесторов на рынке ICO? Ну, именно не киты, да, которые там деньги же основатели, а вот именно институциональные. На текущий момент мы этих отголосков не видим никак. И это тот момент, в который вот мы с начала января им озаботились, и мы даже взяли отдельного человека, задача которого будет протестировать, прощупать общение именно с институционалами. Это вот все разновидности вечерных фондов. Да, 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 да. Чтобы понять. Первое. Интересно и неинтересно. Почему они не выходят? То есть что нужно сделать, чтобы их привлечь? Для этого с ними надо пообщаться для начала. Вот сейчас перед нами стоит задача. Вот мы сейчас подготовили список первых достаточно крупных фондов. С ними связаться. И первая задача это даже не что-то им продать, а понять, ребята, почему вас еще нет? А что должно произойти на рынке ICO, чтобы вы появились? Ну вот, какие условия нужно создать? Ну вот мы в этом направлении работаем. Ну да, просто мне кажется тоже, потому что именно они смогут убить вот этот у нас pump and dump. Да, потому что там, когда спекулянты будут дампить, потом он будет институционалом выносить обратно. Да, совершенно верно. Как бы я с вами абсолютно согласен. Здесь традиционный принцип фондового рынка и всего остального. Когда есть тяжелые игроки, то уже как бы мы курс просто так вверх-вниз не погоняем. А вот еще такой вопрос. Вот когда вы общаетесь с ICO проектами, вот может быть вы не думали о такой стратегии? Ну, на самом деле, вот если мы проведем аналогию с ценными бумагами, да, с теми же самыми акциями, у нас есть история роста, история стоимости. История роста — это когда там растущая компания инвесторам продает, что мы будем там расти, не знаю, три раза быстрее рынка каждый год. Это вот классика ICO проекта всех. То есть мы ничего не обещаем, но мы будем расти плюс сто тысяч пятьсот процентов ежегодно. Может быть, им сказать, слушайте, ребята, давайте вы немножко поумерить, там, будем расти плюс сто, но при этом вы не перестаете быть историей роста, становитесь историей стоимости. То есть вы начинаете для инвесторов предлагать дивиденды. То есть вы говорите, вот у нас классная идея, у нас такой перспективный рынок, мы на блокчейне, во-первых, поэтому вы видите все, как мы зарабатываем, на что мы там тратим. Ну, блин, я не знаю, купить акцию Apple, и то, мне кажется, будет выгоднее, чем с их, там, я не знаю, там, два с половиной-три процента годовых, да, чем вкладываться сюда, при том, при наличии всех рисков. Поэтому пока тяжело, тяжело убеждать, но, да, пытаемся. Я понял. Спасибо большое. Спасибо. Анатолий, спасибо огромное. Прям эмоциональное такое выступление, сразу все понятно. Спасибо. А вопрос такой вот по рейтингу. Ты сказал, что мы пока сами определяемся, да, пытаемся создать такой некий common brain, такой, да, для принятия решений. А вот как ты это видишь? Это, то есть, должны быть какие-то вот у нас созданы такие комьюнити, например, кто-то хорошо разбирается, там, я не знаю, в финансах, да, кто-то разбирается хорошо в коде, в самом ICO рейтинге, да, или какой-то там, я не знаю, такой абстрактный тестинговый клиент, который просто абстрактный, да, тоже в каком-то комьюнити идет обсуждение, ты потом смотришь и говоришь, что, о, вот люди пообсуждали, и создался некий такой совокупный рейтинг. Как это видится вообще? Ну, фактическая масса пользователей, они будут активнее комментировать и давать свои советы. Либо, ну, либо я даже не знаю, потому что мы ждали более активного участия комьюнити в формировании, ну, вот именно рейтинговых оценок, мы ее не увидели. Я не понимаю, это пассивность, это неосведомленность. При том, что количество просмотров, мы видим, оно растет, оно большое. И самое интересное, что после каждого рейтингового отчета к нам идет волна писем от проектов, которые хотят к нам залиститься, которые хотят получить от нас обзор. Они хотят, чтобы о них узнали и показать, что они прозрачны. Но вот вопрос, как улучшать дальше, кроме собственных сил и собственного подхода, они не рассказывают, мы не задавали. Просто до этого диалог не доходил. Это вот действия данных, да, вот определенно. Но когда сопоставляешь их слова с тем, что объективно видишь, то все складывается в единый пазм. Касательно второго вопроса... Напомните, пожалуйста, что у нас там было? Про скам. А, про скам. Тут я хочу отметить сразу такой момент. В принципе, как и рынок ICO, он еще растет и развивается. Наша система оценки проектов, она растет и развивается точно так же. Ну, то есть мы все прекрасно понимаем, что пока на рынке хаос какой-то родить идеальную систему оценки для рынка, который еще меняет каждый день, это нереально. Поэтому мы постоянно на дне рыбого игрока, возможно, еще какие-то метаморфозы, где-то может быть даже ошибки, которые мы объективно признаем. И мы всячески ждем фидбэка, где мы что-то ошиблись. Поэтому в текущий момент, да, в скам заносится то, что подтверждено комьюнити, там где люди предоставляют объективные доказательства этого скама. Туда заносится в эту вкладку. При этом сейчас мы планируем доработать в карточке проекта, сделать поле комментариев, скажем так, красных флагов. То есть, когда любой пользователь сможет занести туда информацию о каких-то проблемах, которые он обнаружил. Это не говорит о том, что проект переносится во вкладку скам. Но это говорит о том, что есть какие-то красные флаги, о которых нужно задуматься. Поэтому... О, не кинут. Стейбл это то, что команда может выполнять свои обязательства. Инвесторы, грубо говоря, платили аналитикам, чтобы они анализировали проекты. Ну, сегодня, естественно, анализированность там помочь. Давайте действовать в этом направлении. Мы только за. Будет больше. У нас всего шесть. Давайте все вместе, это на общее благо. Ну, вот здесь, значит, не в упрек нам. Я не в упрек. Очень легко сказать, ребята, у вас мало отчетов, мы за вас просрали. А дальше по-другому вопрос. Ребята, для того, чтобы меньше просрали, давайте вот, допустим, вместе сделаем то-то-то. Давайте так строить диалог. То есть, ну, там подача была немного другая, да, грубо говоря. Ребята, у нас планируют выходить, ну, создаваться DAO, новые проекты. Есть какие-то варианты, чтобы мы, грубо говоря, вот их как-то проверять, рейтинговать, может, проверять их качество. Ну, вот в этом векторе. То есть, они к вам обратились, грубо говоря, как массовый клиент? Ну, не то, чтобы обратились, это вопрос такой. У них есть, грубо говоря, проекты, которые будут на их площадке появляться, да, соответственно, вопрос. Какие есть варианты, что в процессе работает? Как только будет какой-то результат, мы сразу сообщим, как бы, об этом однозначно. Пока в процессе работает. Хорошо. Дальше. Вы сказали, что вы рекомендуете ICO-шкам применять как дивиденды, да, то есть, как бы, откажитесь от коина, там, и роста цены коина, давайте вы будете все-таки предлагать дивиденды. А с правовой точки зрения, вы это как-то рассматриваете? То есть, вы людям рекомендуете, у вас есть какая-то позиция по этому? Первое, я хочу прокомментировать. Мы не говорим стартапам, отказывайтесь от идеи роста стоимости токенов, заменяйте. Мы говорим, добавьте к этому. Окей. Потому что... Вопрос у меня остался. Собственно, вы сказали, что не хватает всем проектам, где вы зарабатываете, да, какой ваш клиент и так далее. Вот вы про свой проект сказали следующее, что мы сейчас не зарабатываем, мы живем за счет средств инвестора. А зачем это инвесторам надо, если ваш проект не будет зарабатывать? Ну, во-первых, любой бизнес, он создается не для себя минутной прибыли. Инвестор всегда рассчитывает долгосрочную, да, грубо говоря. Как сейчас зарабатывают рейтинговые агентства традиционные? Вот рынок ICO пройдет все стадии взросления, как и проходил традиционный финансовый рынок. Один в один, но только быстрее, раз в 10, 15, 20. Ну, скорость технологий вне третьей, все мы понимаем, растет. Поэтому мы увидим абсолютно все то же самое. И рейтинговые агентства на нем будут играть абсолютно аналогичную роль, как сейчас в СНТБ. 200 тысяч баксов. Давай-ка ты, вот. Поэтому модерация и проверка отчетов, ее все равно как-то надо делать. У нас пока нет ответа четко, как это делать. Мы в поиске. Ну, это объективно все понимают, это все растет. Мы ищем эти пути. Есть идеи, ребята, welcome, давайте вместе искать. Но мы пока думаем, как это сделать. Которые делают инхаус. Хорошо, мы не можем стать в итоге. Это будет фурор. Мы порвем всех. Нам так и пишут. Пишут много. Подобно низкокачественных как бы энтузиастов. Ну, соли, может быть, за прям одну. Их хватает. Мы находимся в поиске таких команд. Сходу сказать, что мы их уже нашли, и они уже есть, и мы в них уверены. Пока я не могу. Мы их ищем. Это действительно вариант. Это очень интересный и хороший вариант. Мы в эту сторону смотрим в процессе. Все понятно. Спасибо большое. Ребята, спасибо большое. Анатолию можно похлопать, если вам понравилось. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.